Продолжение следует... Вот реально, я почему и был рад, когда познакомился с Олегом Рудольфовичем, что Ярославль активно применяет этот метод. Реально на нашей территории, бывшего Советского Союза, этот метод применяется в Белоруссии. Основоположники, кто вернул вообще корсетное лечение с Запада к нам. И чьими услугами как раз пользуюсь я, потому что корсет изготавливается в Белоруссии. Харьков, Украина. Пытается Москва, но я стараюсь с Московской не работать, это Центральный институт протезного предприятия при ЦИТО. И Санкт-Петербург еще начинает. Вот Ярославль. Все. К великому сожалению, на всю Россию это мало. Поэтому география, о которой говорил Олег Рудольфович, тех пациентов, которые доезжают до них, вот она, естественно, огромна. У нас попытки ведутся в течение уже 7 лет наладить производство здесь у нас в Воронеже, но они безуспешны. Это не коммерческий проект. Вы сами видите, как поменялась жизнь. К великому сожалению, речь идет только о коммерции. Себестоимость, даже корсета мы считали здесь у нас, ну, 1015 получается. Это только себестоимость, без учета зарплаты специалистов, и все, естественно, никто не хочет этим заниматься. Протезный завод, они даже как-то пошли навстречу еще в 2005 году, что в Белоруссию съездили два специалиста, прошли там стажировку, то есть начальные там договоренности-то были, люди не возражают. Но у протезного есть свои задачи, они не могут освоить свои свойства, и сами видите, работа в такой сфере, она малооплачиваемая, народ бежит отовсюду, и специалистов не хватает и на протезном заводе. Поэтому на самом деле это беда, и это большая беда. Я сейчас постараюсь объяснить, почему. Следующий смысл. Вот, а здесь вы видите, представлены различные картинки, то есть вообще в историческом аспекте сколиоза. И эмблема ортопедии, которая была еще в 1741 году предложена французским королевским врачом и ортопедом Николасом Анри, который считается основоположником ортопедии. То есть вот эмблема ортопедии на самом деле это сколиоз. Вот оно, искривленное дерево, которое привязано. То есть проблема сколиоза, она волновала людей всю жизнь. Потому что вообще сам термин сколиоз, он был введен еще голеном, это 3 век нашей эры. Хотя Гиппократ, это 3 век до нашей эры, описывал данное заболевание. То есть оно не взялось ниоткуда, оно присутствует в человечестве на протяжении всего развития. Следующий слайд. А вот здесь высказывания как раз приведены, которые касаемо сколиоза. Вот посмотрите, еще начиная с Библии они идут. Вот. И есть очень хорошее высказывание. Ну вот, наверное, сколиоз это постыдная или позорная часть хирургии. Потому что, по сути дела, а сколиоз, наверное, сломали свою шею, ну все известные ортопеды. Нет ни одного известного ортопеда, который бы не был бы причастен в той или иной степени, там, к консервативному, оперативному лечению. И если опять же взглянуть в исторический ракурс, опять тот же Джозеф Кобб, это методика оценки сколиоза, ортопед. Ну, можно перечислять, и вы все прекрасно знаете, что все ортопеды коснулись данной проблемы. И сказать, что эта проблема решена за тысячелетие, тоже, к великому сожалению, нельзя. И последнее высказывание, которое было проведено Михаиловским в своей монографии «Хирургическое лечение сколиоза», он и пишет, сколиотические и кефатические деформации позвоночника отозвлечиваются с крестом или раком ортопедии. То есть до сих пор эта проблема остается очень актуальной. И слова Чаклина и Бальмасова, что сколиоз – это старая и вечно юная проблема, они актуальны. Следующий слой. Вот, а здесь представлен, ну, видите, этапы формирования. Речь идет, конечно, об идиопатическом сколиозе. Потому что, во-первых, идиопатический сколиоз, он занимает где-то 95% от всех остальных сколиозов. Вот. Идиопатический, сейчас ставится знак равенства между идиопатическим и диспластическим, что этот сколиоз – от неизвестной причины. То есть почему? До сих пор не совсем понятно. Но возраст, то есть возраст, когда мы видим клинический, это 10-15 лет. То есть как раз период полового созревания. Мальчики-девочки соотношения преобладают у девчонок. Ну, сейчас уже и коллега из Ярослава хорошо это показал. Один к восьми уже даже некоторые актеры, просто в зависимости от возраста. Еще беда, что неуклонное прогрессирование. А вот это вот как раз терминология санкт-петербургская, что моноформность при различных причинах. Многие из вас были и кто-то не помнит доклады наших коллег из Санкт-Петербурга, которые приезжали на предыдущую конференцию, которая весной проходила у нас в городе, они показали как раз патогенез сколиоза. Я здесь напомню немножко, я покажу просто модель, потому что, к великому сожалению, мы ограничены во времени, а сколиозе можно говорить часами. Но это является самым частым заболеванием. Опять же, ярославские коллеги, мы показали, к великому сожалению, у нас статистики нет. Но статистика – это печально. Следующий слайд. Причем картина вот с такой непонятной, она как непонятная, отсутствие системности, отсутствие вообще тактики единой лечения, когда что начинать, когда консервативной, когда оперативной. Она происходит не только в нашей стране. То же самое происходит и за рубежом. Вот здесь диаграмма 2011 год, это вагнал это известный испанский ортопед. Вот посмотрите, у них та же картина. Вот ребенок маленький. Дальше идет дак-зон, темная зона. А потом уже всплывают, либо перед армейскими, то есть, когда уже деформация спрогрессировала, уже всплывают. И опять же, встает вопрос. Следующий слайд. Извечный русский вопрос. Кто виноват и что делает? Вы вот заметили, что каждый же из нас в презентации готовил друг от друга независимо. Но вот этот вот знак вопроса в том или ином виде, он всплывает. Когда? Когда фаза диагностическая, когда фаза хирургическая, когда вести речь об этом? И какую тактику? Отсутствие тактики, к великому сожалению, это основная беда, которая у нас есть. Следующий слайд. Еще очень нехорошую роль сыграло в свое время высказывание Американской ассоциации ортопедов, которая в 1941 году пришла к выводу. И здесь вот это выделено крупными буквами. Альтернативы хирургическому лечению нет. И вот после этого был очень большой подъем именно хирургического лечения. Всплеск, развитие его пошло большое. Нельзя сказать, что это все плохо. Но особенно в нашей стране почему-то было очень сильно заброшено консервативное лечение. Почему? Вот это остается большим вопросом. Несмотря на это, на Западе все равно совершенствовалось и консервативное лечение, и в частности, кассетное лечение. Следующий слайд. Вот здесь как раз и те проблемы, о которых я говорил, они хорошо представлены. Что в настоящее время предложено более 300 различных методов лечения асколиоза. А это как противоречие, которое существует. Переоценка, неодоценка. Ну вот то, о чем я и говорил. И не только я. Об этом говорили сегодня практически все. Это материалы взятые, предоставлены любезно нашими белорусскими коллегами. Ну, кое с чем можно поспорить. Сколиоз как заболевание не имеет обратного развития. Полного нет, но частично имеет. То есть тут опять же как бы стоят знаки вопроса. Но вот ни с чем не поспорить, что патология не исчезает, она продолжает свое развитие. Однозначно. И для пациента имеет значение, по какому сценарию он будет жить. Болезни или здоровье. И Олег Рудольфович в своем докладе очень хорошо это показал. Тот сценарий, что выбирает больной. То есть здесь как раз возникает еще спорный моральный вопрос. Имеем ли мы право навязывать? Наверное, нет. В любом случае. Но вы должны объяснить потом. Следующее слово. А вот здесь я как раз хочу напомнить немножко из доклада питерцев, что же вообще такое сколиоз. Это как бы последний взгляд Санкт-Петербурга. И я с ним согласен с этим взглядом. Что по сути дела сколиоз это не заболевание позвоночника. Потому что вот к великому сожалению у многих врачей отложилось. Ну сколиоз идите к ортопеду. Искребился позвоночник и все. На этом как-то заканчивается. Вот слава богу, мне сегодня понравилось очень много докладов, которые и стоматологи, и лор-врачи, что организм это единое целое. И сбои в одном месте, они приводят их к сбою в других местах. И что же такое сколиоз? Это компенсаторная реакция организма на несопряженный рост костного позвоночного столба и спинного мозга. То есть опять давайте говорить. Наш человеческий организм это биомеханическая система. Все законы физики, работающие в механике, они распространяются на наш организм. И сколиоз это организм пытается приспособиться функционировать в тех условиях, которые у него создаются внутри. Мы люди прямоходящие. И по сути дела сколиоз это расплата за наше прямохождение. Сейчас я покажу еще математическую модель, которую сделаны питерцы. Вот выделяются как бы три основные причины. Ну здесь хорошо написано, вы прочитаете сами. Это гормональная, спинальная и центральная. Опять же подтверждения сегодня шли и в докладе Юрия Алексеевича, и лорд-доктор, хорошо нам, и стоматолог, они как раз хорошо все это показали. Вы сами прекрасно понимаете, что в чистом виде, как правило, ни одной из этих причин нет. Какая-то преобладающая, но идут нарушения, происходит как и центральной той головной мозги, как и спинальной. И в зависимости, что преобладает, мы получаем уже вид сколиоза. Сверните эту презентацию. И там в той же папке есть фильм. Значит, это не просто мультипликация. Это модель, математическая модель, которая была выполнена совместно с санкт-петербургскими врачами, с математиками. Значит, в чем суть? Это показан наш позвоночник. То, что это сложная, а надо физиологическая система, которая состоит из управляющей части, это спинного мозга, и подчиненных уже частей, это костно-связочно-мышечного аппарата. Вот он позвоночник. В норме наш позвоночник должен быть неровный, должны быть физиологические изгибы. Здесь уже показан процесс. Когда идут нарушения, что получается? Воздействие на ростковые зоны и рост костного позвоночного столба опережает рост спинного мозга. Сначала используется резерв физиологические изгибы. Когда этот резерв исчерпан, мы, по идее, должны были бы переразогнуться и упасть. Но мы люди прямоходящие. Почему у животных нет сколиоза, в принципе? Процессы у них протекают точно так же. Но они стоят, опора идет на четырех лапах. И, соответственно, физиологический изгиб, он просто усиливается. И у животных, ну, отбраковали животное, не попало оно в такое племенное. Но, в принципе, на качество жизни ему это не мешает жить. А мы, чтобы не переразогнуться, вот здесь природа придумала защитный механизм. Сначала включаются мышцы ротатора каудального отдела. И идет скручивание таза и разворот тела. Но мы мало того, что люди прямоходящие, мы еще люди и вперед смотрящие. И у нас существует в головном мозге система датчиков положения тела в пространстве. Это наш вестибулярный аппарат. Соответственно, туловище возвращается в норму. Но ротация-то остается. Вот они появляются в дуги. Сначала первичная дуга, как правило, это поясничная дуга. А потом уже противодуга, это возврат туловища, идет грудной отдел. А дальше все будет зависеть от того, насколько вот этот внутренний дисбаланс, насколько вот те процессы внутренние, которые идут, они будут страдать. И, соответственно, продолжается вот этот процесс повышенного роста. И продолжается искривление. А там уже создается замкнутый круг. И есть такое понятие, как баланс туловища. И есть такое понятие, как резервные возможности организма. Вот почему речь идет о 20 градусах. Вы очень часто слышали здесь эту цифру. Так вот это 20 градусов искривления позвоночника, это те пределы резервной возможности организма, когда еще туловище удерживается в балансе. После того, как 20 градусов уже пройдены, дальше начинают вступать законы физики и силы. То есть такой закон Дютера Фолькмана, который многие из вас о нем слышали. Он тут сформулирован еще в 19 веке двумя земельскими ортопедами, Гютером и Фолькманом, и звучит, что ростковые зоны, которые перегружены, они замедляют свой рост. Ростковые зоны, которые свободнее, они растут сильнее. Аналог закона единица массы на площадь опоры. И, соответственно, когда 20 градусов пройдены, дальше силы начинают тянуть сами себя. И процесс становится уже неуправляемым нашим организмом. И, соответственно, деформация начинает усиливаться. Насколько это произойдет, никто не знает и никто не угадает. И все зависит, в каком возрасте это произошло. И, исходя из этого, уже дальше будет зависеть и лечение. Презентация, вернуться, пожалуйста. Следующий слайд. И вот питерцы выделяют два основных типа течения сколиоза. Это так называемый типичный сколиоз. Когда боковое исправление, чаще правостороннее, то есть клиническая рентгенологическая картина, она соответствует во фронтальной плотности. И атипичный, когда оно чаще левостороннее боковое искривление, а клинический мы картину видим совершенно другую. Соответственно, при типичном идет лордозирование, наверняка из вас многие видели, заходит ребенок, я просто так не могу показать, у него таз назад, а живот вперед. Это вот как раз уже фасон типичного лордозирования. Причем это уже можно наблюдать с 5-6-летнего возраста. А атипичный, это наоборот, вот сутулость он зашел. Как раз атипичный, более характерен для мальчишек, атипичный для девчонок. Вот он, разделение идет. И дальше это разделение начинает усиливаться. Ну, вот тут как бы доброкачественное и злокачественное, но опять, болезнь Шарманова в разных стадиях тоже не назвать это доброкачественным течением. Но это все-таки в меньшей степени, нежели типичный сколиоз с развитием гибуса. Следующий слой. Здесь вот это представлено как раз рентгенологически и клинически. То есть при атипичном сколиозе получается, что рост спинного мозга, он опережает рост переднего, то есть берез переднего отдела. А здесь наоборот, спинной мозг запаздывает перед ростом переднего отдела. И происходит компенсаторная реакция. Вот они сценарии. То есть то, о чем говорит Дудин. Моноформность. То есть процесс течет одинаково. Причины его разные. И в зависимости от того, какая причина преобладает, мы уже видим конечный результат. Следующий слой. Вот. Исходя из этого, опять же, возникает знак вопроса. Какие методы являются патогенетическими, а какие методы, они как бы второстепенные. И вот что у нас, опять же, было принято? ЛФК, массаж, плавание. Ведь по большому счету сколиозом практически нигде не занимались. Были попытки еще в советское время создать школы-интернаты. В Воронеже школы-интернаты не было. То есть, соответственно, реального подхода... Я не хочу никого обидеть, Артан Николаевна. Просто не было реального подхода к сколиозу, к великому сожалению. Это не только касаемо Воронежа. Но ведь система-то не существовала. Нет, я правда не в обиду. Это действительно беда была. Потому что мы на этом воспитывались. Мы так учились. И мы тоже относились к этому. Мы так подходили. И это было очень во многих областях. Реально школы-интернаты – это Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Харьков. Вот из того, что я знаю. Ну, в Белоруссии она идет по-русски. Ну, да. То есть, это опять можно пересчитать по пальцам. Палузы-интернаты. Это не школы-интернаты. Это совершенно разные вещи. Школы-интернаты, где дети жили постоянно, они были постоянно под наблюдением. Там полгода тоже жили. Ну, это все равно не то. И павловский сколиоз там все-таки ушел как бы побочно. Следующий слайд. Вот. Исходя из этого, как раз и требования, которые должны предъявляться тем методам лечения, которые мы применяем. Это рациональность и обоснованность, сущность назначения, показания. То есть, учитывать надо именно все. Следующий слайд. Вот. Исходя из этого, это опять как раз представлено Санкт-Петербургское сотрудничество с белорусами Пустаковым Дмитрием Кимовичем, как бы выделяются методы фоновые и методы патогенетические. Так как раз вот ЛФК и массаж никто не оспаривает и не говорит, что их не надо делать. Но это все-таки методы фоновые. Они воздействуют на следствие. Вы сами понимаете, что воздействия на следствие, они будут малоэффективны. И есть методы патогенетические, которые воздействуют как раз на первую причину. Почему речь идет о комплексном воздействии, что все вместе надо и причину постараться устранить, и следствие. Следующий. Вот. И вот здесь тоже очень хороший слайд. Это Санкт-Петербургский слайд. Они как раз показывают этапы развития сколиоза. Вот все по очереди идут. И здесь как раз и подписано, на каких этапах речь идет о профилактике. То есть, как раз профилактика это первичная, когда только-только пошли нарушения. Вот она плоская спина. Почему тут вспоминаются и классификация Паштофеля, он там 11 видов осанки выделял. На самом деле, это просто разные этапы развития одного и того же процесса. Вот на этом уровне, да, речь надо вести о профилактике. То есть, это что? Это тоже ЛФК, то есть занятие здорового, образ жизни, реально говоря. Следующее, когда уже начинают первичные дуги появляться. Вот тут речь надо вести о патогенетическом лечении. То есть, ребенок должен быть полностью обследован неврологической, гормональной статусе. Исходя из этого, подбирается консервативное лечение, которое воздействует на первопричины. Но при этом продолжает проводиться лечебная физкультура, массаж и все остальное. То есть, это уже добавляет комплексу. А вот следующий этап, когда пошло прогрессирование и туловище уходит из баланса, то есть, переходят те же 20 градусов, баланс туловища нарушен, то речь идет именно о противостоянии. И корсетное лечение, и хирургия позвоночника, это все речь идет именно о противостоянии, когда идет уже война и агрессивная война. Следующий слайд. Вот здесь классификация методов, тоже любезно предоставлена Тесаковым Дмитрием Кимовичем в Белоруссии. Вот я с этим тоже согласен с классификацией. Значит, первые должны базовые методы быть, информационный, информационный, социальный и медицинский аспект. То есть, мы должны пациентам рассказывать вообще, в принципе, что это такое, что это за заболевание. И, соответственно, что будет дальше? Не пугать, а рассказать. То есть, показать, дать выбор, какие сценарии у пациента могут сложиться. А дальше уже пациент выбирает сам. Все равно насилия мы хватать не можем. Вот информационные у нас методы страдают очень сильно, как и все остальные. Дальше ведущие уже коррекционно стабилизирующие. Вот здесь пояснение хорошее дано, что непосредственное воздействие на деформацию, как ведущий ортопедический симптом заболевания. То есть, речь идет об ортопедическом. Реально мы имеем только два воздействия. Либо это корсетное лечение, либо это хирургическое лечение. Вот речь идет еще о тех критериях, когда о чем говорить. Когда о корсете, когда о хирургии. Никто не отрицает хирургию в принципе. Но хирургия – это последняя стадия. Опять решить о хирургии, допустим, в 10, в 11, в 12 лет невозможно. Я не беру уже крайние, когда врожденные идут сколиозы, я не беру сколиозы прогрессирующие, когда у него в 6-7 лет, уже там за 60 градусов. Естественно, здесь сразу людям ведется и детям ведется речь о том, что здесь хирургия позвоночника неминуема. Но в 6 лет, когда он в первом ростовом скачке, а у него еще впереди период полового созревания, вот представьте, он должен перенести 2-3 тяжелейших операции. Поэтому корсет здесь уже становится методом выбора. Хотя это тоже нелегкий метод выбора. Следующий. И вот как раз консервативное лечение, то есть корсетная технология. В чем суть корсетной технологии? Что это насильственное, неинвазивное, активное препятствие естественному прогрессированию деформации позвоночника в период роста. Следующее. Восстановление или улучшение баланса, обновесия. Причем вот я намеренно слово «баланс» говорю. Теперь же шифровка его. В чем это заключается? Когда уже больные поносили корсет месяца 3-4, они получили первичную коррекцию и вернулись в баланс туловища. Дети, как правило, сами не хотят его снимать. Потому что им без корсета уже некомфортно. Силы-то, они привыкают к распределению нормальных нагрузок. Они снимают корсет, и они чувствуют дискомфорт. И они уже возвращаются к корсету. Это тоже плюс. Но до этого надо пройти несколько месяцев привыкания к корсету. Поэтому здесь есть очень много вот таких нюансов. Следующее. Это трехплоскостная коррекция духа. Потому что сколиоз – это трехплоскостная деформация. И почему не все корсеты работают? Работают те корсеты, которые дают деротацию. Ну и вот самое главное – это удержание достигнутой коррекции. Вот, наверное, не все поняли, почему, когда Олег Рудольфович раздавал свои координаты, я встал и начал несколько агрессивно говорить. Беда в том, что многие не знают, как ввести корсет. Сам по себе корсет, сейчас его одели, но что с ним делать дальше? Потому что достигнуть коррекции, особенно если корсет одет на ранних стадиях, допустим, деформация 20 градусов, только вот она достигла, одевают корсет, коррекцию практически в ноль, ну там до нескольких градусов, можно получить за первые три месяца, ну за полгода. Но если дальше больной снимает этот корсет, то наступает беда. Мало того, что деформация возвращается на круги свои, она еще возвращается с ухудшением. Потому что если, и еще один есть момент, мы о нем будем говорить чуть попозже, это время ношения корсета. Больной, по сути, должен жить в корсете, как улитка в ракушке. То есть он должен жить 20-21 час в сутки. Если этот временной режим не соблюдается, то мы корсетом сделаем только ухудшение, потому что пойдет раскачивание позвоночника. Вот это те мои слова, когда я говорил, что сам по себе корсет, он неплохой и нехороший инструмент. Но как этот инструмент применять, и на что он будет направлен, от этого уже будет зависеть результат лечения. Следующий слайд. А вот здесь представлена небольшая история, опять, борьбы человечества со сколиозом. Это как раз рисунки античных времен, времен Гиппократа. Причем Гиппократ как бы сформулировал основные принципы корсетного лечения. То есть тракция, растяжение и доротация. Это два основных принципа, которые не изменились за эти два тысячелетия. Другое дело, что как это выполнить, как исполнить. Потому что вот эти вот методы, которые в конечном итоге позвоночник-то выпрямляли, но они приводили к смерти больного. Вот естественно такое никому не надо. Вообще основоположником корсетного лечения как бы считается амбруас пара. Вы сами видите, это известный средневековый хирург, который считается, что он впервые предложил корсет. Хотя вот мне попадалась некоторая литература, где первенство стоит за тем же голеном. То есть уже почти два тысячелетия человечество использует корсеты в лечении сколиоза. И сказать, что придумали пока что-то лучшее за это время, сиение будет правдой. Следующий слайд. А, причем вот там была еще главная страница руководства Николаса Андрея по ортопедии. Ведь не просто так, в XVIII, XVIII, XIX веке среди дам корсеты были в моде. Эта мода была придумана специально. То есть надо же было как-то оправдать лечение. Вот это для этого придумали корсетную моду. Так что это тоже оправдание лечения, это было лечение. Следующий слайд. Вот. И то, о чем я попытался говорить, что в нашей стране корсетное лечение, особенно где-то с 70-х, 80-х годов XX столетия, было заброшено напрочь. Оно не применялось. Практически единственное, опять же, Харьков пытался одевать корсеты, но не было системы и не попадалось, сколько и не было. Ну что бы там, Москва, Санкт-Петербург вообще о них не говорили. И у нас мы их не знали. На Западе, несмотря на то, что у них весь XX век совершенствовалась хирургия позвоночника, у них и в ряду с этим совершенствовалось и корсетное лечение. Вот здесь приведены три корсетные системы, которые работают до настоящего времени. Это корсет Мельвоки, который был предложен главным в 1950-м году. И он считается как бы золотым стандартом. Почему золотым? Количество наблюдений, связанное с этим корсетом, наибольшее. Соответственно, он как отправной точкой идет. Это бостонская корсетная система, которая была предложена в Америке в 70-х годах. Причем, начиная с бостонской корсетной системы, обязательно при корсетном лечении еще специальная ЛФК была введена. Вот. Это кальонская корсетная система, корсеты Пьера Стагнара. Следующий. А это вот я взял из справочника по протезированию то, что использовалось в нашей стране. Но это вы сами видите, очень напоминает корсет Мельвоки. Просто это наша модификация корсета Мельвоки. Значит, отличие корсета Мельвоки от всех остальных корсетных систем. У Мельвоки есть еще подчерестной компонент. То есть, идут попытки исправить верхний грудной отдел позвоночника, что остальные корсеты не делают. Основная масса корсетов воздействует на эту формацию позвоночника до восьмого грудного позвонка. То есть, это поясничный и нижний грудной отдел позвоночника. Верхний грудной он уже тут идет на самотек, но нет идеальных методов, к великому сожалению. Ну а это уже стандартный корсет, он напоминает и бостонский, и все остальные силы числа. Вот большой прорыв пошел уже, начиная с корсета Шино. Вот Жак Шино, он не здравствующий, дай Бог, человеку здоровья. Вообще это хирург французского иностранного региона. И когда уже вернувшись потом с военных действий домой, он устроился на протезное предприятие, и он модифицировал по сути дела классический корсет Аббата, то есть он его развил. Но основное преимущество то, что он вел дератационные компоненты. Это вот основное преимущество корсета Шино. Хотя вот еще слова, потому что я с Тисаковым Дмитрием Кимовичем, это как раз в Белоруссии тот доктор, который возрождал корсетное лечение, они вернули его в нашу страну, я у него спрашивал, почему именно Шино? Они объехали многие страны и попробовали у себя различные типы корсетных систем. Вот он сказал, привел такое, ну может быть оно грубое сравнение. Корсет Шино получается примерно как танк Т-34. Нельзя сказать, что танк Т-34 был самым лучшим танком Второй мировой войны. Но его обслуживание, его использование в условиях нашей страны, оно как бы по соотношению цены и качества дает наиболее лучший вариант. Потому что хорошо работают леонские корсеты Глера Стагнара, но чисто технически их исполнить тяжело, и за них тяжело потом коррекцию проводить в процессе лечения. Поэтому корсет Шино стал наиболее эффективным. Следующий случай. Вот здесь опять же, то есть этапы диагностики и этапы подготовки к корсету Шино. Какие выполняются по классике, должны быть выполнены снимки. Значит классические. Положение стоя, прямая и боковая проекция. Для чего это делается? Определить анатомический тип деформации, состояние фронтального баланса, угловая деформация, величина ротации, и состояние сабитального баланса туловища. Дальше положение лежа. Вот, зависимость. То есть он уже стал статический сколиоз, то есть он структуральный, или все-таки еще сколиоз пока может компенсироваться. И биндинг-тесты, это наклоны туловища влево-вправо, которые позволяют нам определить функциональную коррекционную мобильность позвоночника. То есть насколько мы можем получить уже коррекцию в корсете. Следующий слайд. Вот здесь коллеги из Ярославля так проскочили быстро, но я вам просто покажу, чтобы вы представляли вообще все этапы изготовления корсета. Это не так просто. Это довольно-таки сложная технология. То есть сначала снимаются мерки, потом лепится уже вот гипсом. Идет обработка. Вот, следующий слайд. И лепится гипсовый балван. Это до обработки негатив. Потом обрабатывает еще гипсовый балван для того, чтобы получить позитив. Следующий слайд. Затем его блокируют уже пластиком. Потом пластик снимают с гильзы. Следующий слайд. А затем уже идет обработка самого корсета. Это строго индивидуальный продукт. Потому что некоторые родители, а можно заказать, а можно послать, а по размерам. Нет, нельзя. И опять же это показывает, чтобы вы представляли, что это такое и есть. То есть это индивидуальный, строго индивидуальный лист. Следующий слайд. Вот здесь показан вид ребенка в корсете и без корсета. Опять же это, наверное, один из таких первых вопросов, которые задают дети и которые задают родители. А как ребенок, а как я буду выглядеть? Потому что вы сами понимаете, в основном это девчонки пубертатного периода, когда их интересует их внешний вид. И здесь на первую роль выходит работа врача в какой? Работа замотивирует ребенка носить корсет. Потому что это проблема и действительно проблема. В Белоруссии создана система. У них осталась система школ-интерната. Вот шесть областей, в каждой области есть школа-интернат. И у них как? Когда выявляется сколиоз, ребенок отправляется в школу-интернат. То есть сколиоз имеется в виду прогрессирующий, когда уже речь идет о корсетном лечении, одевается корсет. Да, в этом есть свои плюсы и минусы. Плюс то, что дети видят друг друга, они такие же, они находятся в среде таких же, то есть они не чувствуют себя ущербно. Плюс то, что с ними системно занимаются, проводятся, и занятия лечебной физкультуры, следят за режимом. Ну то есть плюсы и минусы, то, что ребенок не живет дома. Это огромнейший минус. То, что ребенок вырван из своей общей среды, это тоже огромнейший минус. Но каждый выбирает, как бы эта система, она тоже дает свои положительные моменты. Еще положительный момент в Белоруссии. То, что для граждан Белоруссии у них все бесплатно. Но когда я был там на стажировке, они мне на протезном предприятии показали стопку корсетов, за которыми люди просто не явились. То есть вопрос мотивации, он становится основным. И это не только в хирургии, не только в ортопедии, не только касаемо позвоночника, это вообще касаемо любого лечения. И от этого и результат, от этого качества жизни, от этого, что человек хочет в конечном итоге получить. Следующий слайд. Вот здесь просто показаны еще, рисуются метки. То есть уже больного сразу мы видим максимально затянув корсет. Мы видим, насколько он дает коррекцию и ставится поэтапные метки. Но я не буду так останавливаться подробно. Кому будет интересно, уже можно будет побеседовать подробно. То есть речь идет об ортопедическом режиме. То есть сначала идет этап привыкания, потом идет этап коррекции, а потом идет этап удержания. Следующий слайд. Вот здесь как раз расписано соблюдение корсетового режима, то, о чем я вам говорил. Конечный итог 20-21 час в сутки. То есть часто проведение туалетных мероприятий, смена мая, в которые они ходят, и проведение обязательного АЛЦК массажа минут 10 еще максимум. Нет, просто дети, которые... Я понял. Следующий слайд. Еще ограниченными по времени. Вот то, о чем я вам говорил. Период адаптации, период первичной коррекции. И здесь по времени не расписано. Дальше идет период корсетного удержания. Значит, тесты удержания, это садофьево. Берем не садофьево, а тесты рисора. Рисора либо садофьево. Окостенение, то есть когда, пока не окостенел скелет. Как правило, это 18-19 лет. Раньше мы вряд ли что можем сказать. Если мы снимаем корсет раньше, а у меня были такие результаты. Великолепные. То есть значит, что было где-то деформация 35 градусов. То есть гибус сильно выражен. В корсете удалось получить коррекцию до 4 градусов. Спина вообще великолепная была. В 17 лет девочка поступает в институт, еще у нее не закрыты ростковые зоны. Тут идет опять особенность психологическая. Она снимает корсет, не носит его. И у нее идет прогрессирование деформации с ухудшением. Не знаю, потом они уже ко мне не появлялись. После этого, что там получилось дальше, не знаю. Следующий слайд. Ну вот здесь как раз приведены результаты белорусские. То есть вы видите, коррекцию можно достигнуть и хорошую. То есть чем раньше начато, тем идет лучше коррекция. Конечно, когда при 70 градусах одевают, достичь такой коррекции невозможно. Но и опять, когда выше 45 градусов деформация, пациент сразу предупреждается, что корсет – это как подготовка к оперативному лечению. Причем Олег Рудольфович в раз подтвердил, что оперировать пациента, который ввелся в корсете, гораздо проще, чем ригидную деформацию в 70 градусов. Там у него шло до 70. Но у него коррекция-то была до 28. И работы хирурга на операционном стали проще. И пациент легче это переносит. Операция не приносит таких нагрузок на организм и давит. Следующий слайд. Ну, это то же самое. Результаты лечения корсетов белорусами. Значит, у белорусов с 95 года прошло уже более 5000 детишек. То есть цифра внушительная, из которой можно делать выводы. Последний раз мы встречались год назад в Санкт-Петербурге на конгрессе «Человекового здоровья». И Тесаков приводил результаты лечения более 900 детишек, которым корсетное лечение закончилось. И они наблюдали их в сроках от 2 до 6 лет после снятия корсета. В 70% случаев им удалось уйти от хирургического лечения, в принципе. Это достижение и огромное. Пусть из этих 900, из 5000, конечно, эта цифра будет меньше. Но даже вот эти дети, которым удалось уйти, это уже достижение. Никто не говорит, что не отрицает хирургию. Корсет — это шанс. Почему я об этом говорю? Олег Рудольфович говорил, что эти пациенты, они, как правило, уже в своей жизни занимают большое место, потому что придя там лет в 10-11, это лет 7, а то и 10 приходится общаться и с семьей, и с пациентом, и со всем. Вот в 90-е годы у меня такого шанса не было. Сейчас этот шанс появился. Поэтому я и призываю, что есть шанс, дайте людям шанс. Следующий слайд. Значит, это тоже Шино в Харькове. Здесь как бы спорный момент, потому что я тоже придерживаюсь взглядов, которые у них Эдуард Владимирович говорит, что все-таки врожденные сколиозы лучше оперировать на ранних стадиях, более младшим возрастом, когда они выявлены. Хотя вот сам Шино проводит лечение, или коррекцию сколиоза врожденного и своим корсетом. Следующий слайд, например, это как раз вот ребенок до лечения. Просто чем обусловлено? Все-таки хирургия позвоночника в младшем возрасте имеет много таких аспектов. Вот до лечения, в процессе лечения, вот спустя два года все-таки удается, следующий слайд здесь показан рентгенологически, все-таки деформацию удается задержать, это уже огромный плюс. Никто не ставит, что корсет это панацея. Следующий слайд. Ну, это вот пример из моего опыта. Здесь Минский корсет. Значит, 2005 год, то, с чего начинала девочка, здесь вверху 42 градуса, это гибусо сформированный. То есть, по сути дела, для корсетного лечения она впрыгнула в последний вагон. Удалось достичь очень хорошей деформации, оставалась в поясничном отделе деформация порядка 12 градусов. Потом я не буду рассказывать все, девочка сняла корсет, полгода не носила, потом начинали с нуля. Вот то, что осталось сейчас. Видно ротацию в поясничном отделе, но основные плюсы, сейчас корсет снят, 20 лет мы сняли ей корсет. Косметический дефект минимален. Объем движений практически полный. Болевого синдрома нет. Три основных составляющих, которые мы достигли. Довольны и сама девочка, довольны мать. Как это назвать? Результатом? Я считаю результатом. Я доволен. Если бы не было корсета, ей одета в 2005 году, эта девочка, ну, она точно стала бы, даже не кандидатом, она была бы прооперирована. Когда, где, это уже другое время. Так что, метод выбора, речь именно об этом идет. Следующий слайд. Вот здесь показания. Возраст можно, хоть с одного года начинать, но опять как замотивировать. Поэтому реально, раньше пяти лет, вот у меня в моей практике пациент из пяти лет, в Венере, в Минске то же самое. Как правило, раньше вряд ли кому-то. Одевать просто не удается ребенка в более младшем возрасте в временной режим выполнить и хоть как-то его замотивировать. Искрепление позвоночника в 18-20 градусов тенденции прогрессирует. То есть, до этого этапа баланс туловища соблюден, потому что у меня есть, наблюдается несколько девчонок, уже сейчас за 20. Вот остановилась у них деформация, но в 17-20 градусов больше не прогрессирует. Обошлись без корсета, хотя есть тоже свои нюансы. Вот. И искрепление, то есть наиболее благоприятно корсет работает при деформации позвоночника от 20 до 45 градусов. Он тоже не бог. Соответственно, когда пациенты приходят уже с деформацией более 40 градусов, 45, мы сразу их предупреждаем, что вы потенциальные клиенты на хирургию. Но шанс у вас есть. То есть, есть немало случаев, когда людям не просто удавалось уходить от хирургии, а еще откорректируют позвоночник. Поэтому есть ради чего бороться. Соответственно, каждый выбирает для себя следующий слайд. Вот. Ну, а это уже сам Шинова, он был на конгрессе человеку и его здоровье в Санкт-Петербурге в 2009 году. Вообще, молодец, жизнерадостный человек, причем у него похожий у самого кукса артроза, судя по его ортопедической обуви с разными подошвами. На двух костылях, но на банкете он отплясывал. То есть, настолько вот жизнерадостный. Он же сейчас, наверное, я так понимаю, стал человеком мира, потому что он ездит в разные страны, он всех обучает, кто его просит. Он корситирует. Он и в Китае, то есть, он показывал там на своей презентации. Он там, он там, он там. Так что дай Бог человеку здоровья. Следующее слово. Ну и в конце, опять же, слайд, с которого начали. Когда, что и что делать. Вот я считаю, для чего нужны наши вот эти доклады, наши конференции и все. Это информационные методы, чтобы люди знали, чем больше людей будут знать и представлять, что же такое сколиоз и какие существуют методы выбора, тем будет лучше. То есть, мы сможем донести до пациентов и рассказать, какие у них есть методы, что они выберут. А дальше уже каждый выбирает для себя. Потому что, действительно, сколиоз – это образ жизни. Как тот же Тесаков говорит, что сколиозный спиноколечен, он голову ломает и количеен. И вот насколько человек захочет изменить свое состояние жизни, насколько он захочет жить и насколько качество жизни свое он захочет изменить, это будет зависеть от человека. А мы можем рассказать, помочь и быть проводниками в данном пути. Поэтому, вот моя тогда реплика, она была вызвана именно ясно. То есть, сначала надо знать, как вести. А так, ради бога, говорите туда, посылайте, направляйте, но просто потом введите, не бросайте данных пациентов. Следующий слайд. Здесь схема лечения, которая применяется в нашем центре, Альмина Николаевна приводила, потому что это еще было разработано в больнице. Сейчас мы это все применили. Сейчас. Следующий слайд. Вот. Ну, а здесь как бы выводы, что решить проблему с климатической болезнью можно только на междисциплинарном уровне. А применение кассета шина в комплексном лечении дает возможность либо уйти от оперативного лечения в принципе, опять, если работает пациент при деформации второй-четвертой степени, то есть от 20 до 45 градусов, либо использовать его как этап подготовки к оперативному лечению. Следующий слайд. Все, благодарю за внимание. Извините, пожалуйста, я знаю, что осталось уже... Не осталось время. Я хочу ради столь любви вспомнить Игоря Александровича Максимова, покойного уже, который приложил массу энергии, время, чтобы создать Павловскую школу-интернат для детей со сколиозом. Ну, как правильно говорил, ушел опять, Александр? Нет, здесь, здесь. Как правильно говорил, что все сейчас упирается во что? Все коммерция, бизнес. Сейчас это, в общем-то, никому особо не нужно. Ну, слабо уже отъесть бесплатные путевки, свободные совершенно бесплатные путевки для лечения детей в Павловскую санаторию. Нужна только очень солидная организационная наладка при немственном совмещении. Спасибо всем за внимание. Спасибо всем, кто присутствовал. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok